добрый день уважаемые подписчики вот такая коробочка на которую которую я заменил на мазде демио коробка автомат хотел ее выкинуть а потом подумал дай разберу всю до основания и покажу из чего коробка состоит автоматическая коробка состоит внутри внешне выглядит вот так вот есть что в ней разобрать есть что поснимать и самое что ценное мне от нее останется это болты так что приступаем это гидро муфта и и по итогу тоже распилю болгаркой покажу из чего она состоит внутри сейчас сниму датчики откручу датчики положений датчик скорости здесь еще сбоку датчик скорости датчик скорости датчик на курии вето КОНЕЦ Я его просто выдрал в наглую. Сзади он фиксируется штифтом, так как у меня коробка под разбор, поэтому я не показываю, как ее правильно разбирать. Вот такие хлопки, оттуда какая-то жидкость выскакивает. КОНЕЦ 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 Пакет, лента тормозная, лента еще в хорошем состоянии. В этом пакете внутри находятся диски, которые сгорают. Сейчас сниму стопор, достану диски. Вот пакет внутренний, пакет в пакете. Здесь всего два диска, вот они, они прокручиваются. Вот эти диски живые. Эти диски живые, не сжжены. Так. Этот пакет тоже живой, диски не сжженые. Сгорел какой-то один только пакет. Сгорел. 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 А сейчас сниму маслонасос, и потом располовню коробку. Но перед этим сниму еще поддон. Маслонасос по периметру открутил, чтобы снять его беру болт, здесь с одной стороны есть резьба в маслонасосе и поддеваю его монтажкой, вместо подшипника используется втулка, вот такой вот маслонасос, внутри стоит две шестерни, и их сейчас покажу. Игра. Готовым. Абрик. Абрик. Готовым. Готовым. направляющие и вот они две шестерни как в автомобильном маслонасосе что здесь хорошо здесь два плоских пропила вот когда попадает гидромуфта не промахнешься маслонасос в хорошем состоянии выработки вообще нету также еще пакет какие передачи я не скажу потому что не знаю надо смотреть по карте какое у них расположение вообще не понимаю почему она буксовала какой пакет скрываю все диски хорошие снимаю поддон с постелю под коробку куртку старую чтобы меньше масло растекалась масло там в любом случае будет и и и и и и Откручиваем. Состояние магнита, смотрите сами, это все грязь, выработка, стружка металлическая на магните. Масляный фильтр просто стоит на резинке, он не прикручивается, вот так вот. Это в простонародье, скажем, мозги управления коробкой, гидроблок. Это соленоиды, электроклапаны, переключающие передачу. Такой длинный болт крепления гидроблока к корпусу коробки. Сейчас сниму соленоиды. Гидроблок. Гидremos на пол. Гидро. Рецепт. Вот соленовит. Вот такого образца. Болт пропустил. Вот он гидроблок. Здесь клапана. Двойная пружина. Здесь крашеная пружина. Они разные по жесткости. И еще какой-то клапан. А, это клапан, который давит ленту тормозную. Игорь Негода. Кто, кто! Капитан. Немного. Капитан. Капан. Капитан. Капитан. болтики нужны всегда разберу блок в нем система каналов в которой находятся и фильтра и шарики клапана ну что здесь болты как видно с разной маркировкой буквы а и буквы б есть карта в которой написано какие болты что крепят для того чтобы не рассыпать но так как мне сохранять то не надо это поэтому я откручиваю все болты они по длине даже видите разные болты а то есть а и б и крепление у них предназначение разное но теперь самое интересное сейчас все посыпется а пока ничего не посыпалось здесь никаких шариков нету здесь только клапана вот они не ходят так конечно клапана как я отверткой трогаю трогать нельзя ни в коем случае это клапан переключения который идет от селектора здесь металлическая пластина с двумя прокладками с двух сторон да видать так давно в автоматы не залазил что уже не знаю что в новых автоматах шарики в клапанах в гидроблоке уже не используется вот он сверху который пружинка то упиралась Ну и блок соленоидов. Здесь в прорези вот так вот снимается механизм на который идёт переключение с троса. Переворачиваю корпус, половину блок и достаю редуктор. Рецепт. 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 Здесь снял стопор. Это еще один большой пакет дисков. Помимо того, что здесь внутри диски, еще снаружи диски. А нет, не диски. Это планетарка такая. Подшипники. Вот шина с проводкой. Она тоже съемная. Два стопора по бокам. Нажимаем и топим ее вниз. Бывает, иногда, крайне редко на японцах подтекают вот эти колечки. Их меняют. По мануалу колечко не предусмотрено к замене. Только вся шина целиком. Вот высыпались те большие диски. Опять же, диски в хорошем состоянии. Большие. Латин. Руки. Меда. Меда. Паран. Паран. Все диски хорошие. Почему коробка буксовала? Не понимаю. Ну и все по периметру откручиваю болты, вот эти все на 12. Один болт, но попался закисший. Ну вот он и редуктор. На зубьях даже выработки нет. Если память не изменяет, по-моему 214 тысяч пробег на автомобиле был на момент, когда коробку поменяли. Но что с ней было, я не понял. Все пакеты дисков целые. Масло, конечно, вы сами видите в каком состоянии. Масло чернющее, на магните много выработки. Но диски целые. Масло черilly. Масло gender. это пружина которая то есть эта лапка которая фиксирует парковку вот фиксации паркинга от этого привода уже никуда не крутится и машина не едет думаю что болт не выходит а он снизу пружина это же фиксируется честно сказать ничего сложного в этой коробке я не увидел раскидывал ее просто лишь бы раскидать но если бы сказали сейчас собрать я бы ее собрал обратно так осталось только вытащить просто на стопоре сидит вот стопор как на приводе на него одевается на нем сидит еще один маленький пакет дисков обрадовался диски это не диски здесь внутри гайка притягивает подшипник и завальцовано сейчас ее развальцую и попробую открутить развальцевал гайку и открутил два подшипника и мягкая дистанционная втулка между подшипниками как на редукторе заднего моста на жигулях масляная магистраль идет для смазки отдельная своя из-на-жигающая кусочка-суши смазки сухой Прорезиненная чашка. Рецепт. все разобрал до основания вся полностью пустая вот и все вот из всего этого состоит коробка зато у меня две горсти болтов вот такая вот штука внутри лопасти турбины вроде бы внешне смотрится простая на самом деле штука довольно таки технологичная на этом все всего вам доброго вот так вот так